Какой источник электричества мы обычно называем батарейкой? И на нем даже написано, что это солевая батарейка. Но по смыслу это, конечно, неправильно. Один такой источник по науке надо называть гальваническим элементом. А вот когда их соединяют вместе, получается гальваническая батарея. Соберем батарею из трех элементов, соединив их последовательно, минусом к плюсу. Напряжение на каждом элементе составляет 1,65 В. Снимем напряжение с двух последовательных элементов. Оно увеличилось в два раза. А напряжение между внешними контактами батареи из трех элементов составляет почти 5 В. От одного элемента эта лампа накаливания светится совсем не ярко. От двух заметно ярче. Она как раз рассчитана на номинальное напряжение 3,5 В. А от трех элементов она горит очень ярко, хотя все еще не перегорает. Объясним, почему создаваемая батарея напряжения растет пропорционально числу входящих в нее элементов. За счет энергии химической реакции электрон перемещается внутри одного элемента от плюса к минусу, так что ему сообщается некоторая потенциальная энергия. И он стремится вернуться назад на плюсовой электрод, только сторонние силы его не пускают. Когда мы замыкаем цепь, электрон возвращается по проводам от минуса к плюсу и отдает эту энергию в лампе накаливания. В замкнутой цепи этот процесс происходит непрерывно. Итог течет по цепи под действием электродвижущей силы установленного в ней элемента. Если соединить три элемента последовательно, каждый из них будет по очереди увеличивать потенциальную энергию электрона, и она окажется в три раза большей, что и показывает вольтметр. Так что и в лампочке выделится в три раза больше энергия при том же прошедшем по внешней цепи заряде. В первых батареях, которые Александра Вольта строил в самом начале XIX века, последовательно соединялось несколько десятков элементов. А в 1802 году русский физик Василий Петров построил батарею из 2100 элементов, которая выдавала напряжение около 1700 вольт. С помощью этой батареи он впервые наблюдал явление электрической дуги и электрического разряда в вакууме. Три элемента в этой кассетной батарее тоже соединены последовательно, поэтому она выдает напряжение чуть больше 4,5 вольт. Два элемента смотрят здесь плюсами в одну сторону и один в другую. А встроенные в кассету контакты обеспечивают последовательное замыкание элементов, чтобы плюс каждый раз соединялся с минусом. А что будет, если элементы соединить не последовательно, а параллельно? Теперь напряжение на выходах нашей батареи составляет 1,65 вольта, как и на одном элементе. Что же при этом изменилось? Каждый элемент характеризуется не только напряжением, но и запасенной в нем энергией. Когда элемент подключен к нагрузке, эта энергия расходуется за некоторое время, после чего элемент садится. Объединив три элемента параллельно, мы при той же выделяемой на нагрузке мощности втрое увеличим время их работы.